В Югорском поселке Октябрьском завершается реконструкция православного храма, возведенного еще в 18 веке. Здание церкви полностью восстановлено, заканчиваются отделочные работы, еще предстоит провести коммунальные сети и благоустроить территорию. Действовать церковь начнет после установки колоколов, коностаса и алтаря. Здесь проходят обряды крещения, венчают супругов. В приспособленном помещении в православные праздники собираются более 200 прихожан. Не ропщут, как говорится, в тесноте да не в обиде. Молятся за благополучный исход дела, о завершении реконструкции церкви. Душа прямо радуется, что у нас такое здание строится. Мы же никогда не слышали. И когда, вот знаете, когда первый раз даже еще ничего не было, сейчас-то зайдешь, там так красиво строители сделали. Все такое мраморное, то все какое красивое. Храм приводит в первозданный вид. Вот отреставрирована сохранившаяся часть. Заново, но с исторической точностью отстроена трапезная с колокольней двумя пределами. Восстанавливают все до мелочей, как было 250 лет назад. Здание обновленной церкви уже украшает берег Аби. Она видна с любой точки поселка. Прохожие молятся на установленный золотой крест, но вести службы в храме еще рано. Перед нами стоит сейчас главная задача. Это в том, чтобы провести внутренние сети, благоустройство территории сделать. И самое главное – установить иконостасы, колокола и остальную утварь, без которой храм не может, скажем так, функционировать, не может действовать в полной мере. Рядом с храмом располагается детский сад. Точнее, на территории уникального памятника архитектуры середины 18 века – Котского монастыря. Власти района в ближайшие годы намерены освободить площади. По программе государственного частного партнерства в поселке будет построен новый детский сад. А здесь возведут монастырь. Это будет территория монастыря. Напротив храма есть монастырский остров, который тоже когда-то принадлежал монастырю. Там находились хозпостройки. Мы готовы передать, если будет восстановлен монастырь, мы готовы передать монастырский остров. И это будет полностью все введено в монастыре. На монастырском острове, расположенном на Аби, планируют открыть центр реабилитации наркозависимых. Умиротворенная обстановка, изоляция от общества, считают чиновники, поможет справиться людям с болезнью. Да и сам монастырь изменит не только духовную жизнь сельчан к лучшему. Святые места помогут и развитию туризма. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести Югория, Октябрьский район. Субтитры создавал DimaTorzok